Дорогие друзья, по поводу осуществления своего субъективного права делаем вывод, что лицо, наделенное таким правом, при его осуществлении должна действовать дозволенными методами. И вот это, дорогие друзья, как раз и является той предпосылкой, которая соответствующим образом характеризует те или иные правоотношения, возникающие в сфере реализации прав, как добросовестные и недобросовестные, и позволяет характеризовать те или иные действия, как злоупотребление правом. И я уже предвижу множество вопросов в комментариях, которые будут или в личной переписке, где будут спрашивать, приведите конкретный пример. Дорогие друзья, имеет ли право лицо защищать свою собственность? Да, имеет право. Так вот, когда мы говорим о том, что вокруг принадлежащего человеку земельного участка, в соответствии с градостроительными нормами, не превышая соответствующие размеры, высоту и так далее, лицо имеет право поставить забор, то это осуществление принадлежащего лицу права на охрану своей собственности надлежащим образом. Но если через эту ограду пропускается электрический ток, создавая опасность соседям или неопределенному кругу лиц, или что тоже является нарушением мимо электрощитка и так далее, то это уже, это же тоже осуществление своего права. Лицо реализует свое право на защиту имущества, но недозволенным способом. И вот это уже прямое злоупотребление правом. И это касается всех без исключения правоотношений. Спасибо.